Дорогие друзья, всем привет! В общем, я вам сейчас покажу безумную колоду по нескромной цене, но небольшая новость. Я сейчас не стримлю, поэтому вы не в курсе, когда же итоги все ждут. Ребята, я еще не делал итоги, еще выберу победителей. К сожалению, я пропустил вот это испытание, мы не забустили, как я и хотел. Но ничего страшного, два победителя получат знак компенсации по 500 гемов на халяву. У меня был посыл, что вы получаете бесплатно дракона, вместо этого получите гемы за эти же гемы. Вы сможете его купить в магазине, когда он появится, либо сундук открыть, когда будет с электродраконами, если он, конечно, нужен. И, как оказалось, то буст особо и не нужен был никому, все и сами сделали на 6 побед. Ну, в общем, не важно. Все равно у меня были такие призовые места, и я вам компенсирую их гемами. Три победителя, как и было на Эммадзе, они остаются. Когда же результаты? Я, к сожалению, не смог ни 27-го, ни 28-го, вряд ли смогу 29-го. У меня сейчас родственники, у меня полная квартира людей вечером, я не могу стримить, ребят. Ну, войдите в мое положение. Но итоги я однозначно сделаю. 31-го они уезжают. Вот, 31-го либо поздний будет стрим, либо же 1-го будет ранний стрим. Короче, не знаю. Ну, 1-го как бы акция вроде заканчивается. Поэтому, я не знаю. Скорее всего, 31-го я подытожу. Всем призы выдам. На стриме в онлайне выберу победителей. Не переживайте. И самое главное, ну, не ведитесь вы на фейков. Ну, не пишите вы мне там в предложку. Холдика, это правда? Со мной какой-то Вася Пупкин связался. Говорит, что я выиграл, а ты не смог со мной связаться. Нет, нет, нет. Еще раз нет. Никто с вами связываться не будет. Только я. С моей официальной страницы. Ссылка на официальную страницу есть в описании под роликом. Ребят, ну, не будьте такими глупыми. Ну, не ведитесь. Не давайте свои данные никому. С вами лично я свяжусь и выберу. Я на стриме победителей. Это надо было сказать, потому что многие думают, что уже конкурс завершился. Конкурс еще идет. И результаты будут, скорее всего, 31-го числа. Еще раз извиняюсь, но вот так вот получилось. Ко мне приехали родственники. А, и, кстати, если ты еще не участвуешь в розыгрыше, по ссылке в описании там будут все условия. Вам подписаться на инстаграм, на канал мой, там добавить меня в друзья вконтакте. Участвуйте. Осталось два дня, и я выбираю победителей. Это было надо сказать. Ребята, колода. 6-0 эликсира. Я эту колоду взял у своего соперника. И я вам хочу сказать, я нахожусь сейчас на 5-600 кубков. То есть, эта колода не случайная. И я нажал в бой. Могу нажать отмену. Ух ты, отменилось. Вы видели? Случайно нажал в бой. Смотрите, какая колода. Ну, пацаны, ну, колдун с палачом. Мини-пека с дровосеком. Три мушкетера, хижина, голем, ракета. Какой-то бред. Казалось бы, невозможно. А вот давайте пойдем в бой. И я вам сейчас покажу, возможно ли с этой колодой играть. Или же нет. И, смотрите, я нахожусь почти на 5-600. Если я тут начну кого-то выигрывать, значит, на низких кубках вообще в пух и прах можно всех разносить. Но, конечно, не все так хорошо. Дешевому хогу эта колода проиграла. Я вот с ней уже тестил, да, гамал. Но все зависит от того, какой цикл в начале. Как вы подойдете к самому процессу атаки. Если вы будете пропускать, но взамен вы сделаете хорошую атаку, то, конечно же... Ну, тут реально надо понять, что куда выпустить, чтобы... Просто быстрый хог, он крутится до фаербола очень быстро. И с тремой мушкетами тут не повыделываешься. Но зато можно реально проатаковать, если там, допустим, палач, дровосек там за големом идет. Ну, такую атаку еще попробую построить. Так, я не буду ждать двойного эликсира. Я поставлю палача, скорее всего, против меня голем. Ну, потому что никто бы не сидел, не ждал вот так вот просто. Летит фаерболл, да хрен с ним. Ставим хижину варваров. Зря он слил фаер, он пожалеет об этом. У меня тремушки терра. А-а-а! Вот видите, уже орет его соклан, или кто там смотрит его поединок. Потому что, ну, зря, зря он это сделал. Так, сливает он мега-медиона, сливает стражи. Все, пацаны, все идет по плану. Он дефается от палача и варваров. То есть, он палача как бы, ну, дефал фаерболом. В итоге не задефал, еще дефал с омега-медионом. Короче, он сейчас в гиком будет отсосить. Смотрите, я ставлю голема. Скорее всего, это лава или я хер знает, что это. Индействительно, что, блин, у меня сейчас дебильный цикл. Меньонов нечем законтрить. Надеюсь, они подлетят и вышка достанет. Так, хорошо, да, отлично. Против лавы. Ну, против лавы вроде как легко. Смотря, конечно, что за заклинание. Если фаербол... А, фаербол, да, фаербол. Сейчас прилетит фаер. Не знаю, будет разряд он использовать, не будет. Да, использует разряд. Ну, я пока что не переживаю сильно. Типа, похер. Давайте закидываем дровосека. Мне кажется, сейчас у него эликсира нету. Стражи у него там еще есть. Так, ну все, дровосек дошел к вышке. Уля-улю. Э-э-э, все нормально. А то переагрили немножко. Сносим вышку слева. Э-э, почти сносим. Почти, согласен. Почти, ничего не снесли. Э-э, а что против лавы? Скажите, а почему сложно, да? Вот, если вы думаете, что сложно. Я думаю, что не сложно. Вообще на изи. Смотрите. Э-э, против лавы и три мушкетера, и колдун. Ну, байта на зап просто... Ой, на фаер нереально много. Шарик, скажите. А ракета нам как? Для чего? Как это у нас? Ракета еще есть. Ммм, так. Я бы вот это фаерболл бы какой-то дождался. Так, ну давайте, давайте ракету. Ракету сюда вот так вот. Бам. И смотрите. Оп. Смотрите, что мы сделали. Бедолага просто. Ну что он мне сделает? Абсолютно ничего. Ставим трех мушкетера вот тут посередине. Ага. Второй шарик. Ну, тут как бы они не должны дать шарику долететь. Думайте сами. Судите сами. Решайте сами. Иметь или не иметь. Ну, правда. Я не знаю. Тут шансов не было у Чилика. Плюс 26 кубков. Ребята, я три поединка проиграл. Три поединка проиграл, и мне кажется, что с этой колодой невозможно играть. Просто лаву на изи выиграл. Всем остальным проигрываю. Ну, как он играет с этой декой? Ну, неужели он случайно ее взял против меня? Или, если нет, то объясните, как он с этой декой выигрывает остальных? Либо я не шарю. Слушайте, мне кажется, я играю не так, как надо с этой декой играть. С этой декой надо играть так вот. В одну сторону всех выбрасываю. Ну, давайте попробуем. Ой, бля, я не в ту сторону поставил голема. Черт возьми. Черт возьми. Короче, ладно. Смотрите, я сейчас делаю последние две атаки. Неважно, выиграю или проиграю. Абсолютно по барабану. Вот оставлю так, как есть все. Буду сейчас. Вот смотрите, видите, я поставил голема, но не на эту сторону. Вот не фартануло, блин. Надо было ставить голема туда, где гигант. И все, и копить надо одну атаку на одну сторону. Потому что, блин, ну как-то дешевые колоды меня бесят. Они выигрывают меня за счет того, что у них дешевле цикл. Так, ну почему, почему, блин, ну нет. Видите, не хватает Элика. Ну, пропустил мини-пеку. Походу, мы сносим вышку. Да, мы сносим вышку и телы пала. Я не ожидал так сразу. А легко-то получается. Просто я неправильно играл. Я переживал, что мне там каких-то 100 хп лишних снесут. Камон, эта дека не под это заточена. Она заточена просто пушить в одну сторону. И, наверное, надо играть в таком характере. Фаербол он слил. Смотрите, вот тоже сейчас прекрасный момент. Он не знает, что у меня три мушки терра. Но я их и показывать пока что не буду. Я поставлю хижину за вышкой. Хижину варваров за вышкой, дабы она не получала урон. Да, я, смотрите, пропустил. Но что-то мне подсказывает, что я сейчас на три короны его вынесу. Напоминаю, я сейчас находился на 5-600 кубков. То есть, блин. Тут как бы весело играть. Бомбер. Кто-то же такой бомбер взялся. Ладно, давайте. Дровосек, надеюсь, успеет бомбера снести. Да, успел. Ну и под реджем варвары заберут мушкетера. Отлично. Так, ну что. У него фаербол, да? Здесь мы давайте ставим колдуна. Здесь мини-пек. Он, скорее всего, не сдержится и сольет фаер. Ну тут как, смотрите, ну тут прям хочется его слить. Не, смотрите, держится, падла. Держится. Ладненько, ладненько. Фаербол. Окей. Вот он уже не сдержался. Ставим голема. Ставим голема. Ну, знаете, в чем проблема? Что, мне кажется, я его не развел на фаер. Он все равно прокрутится до второго фаербола. Но мы сделаем не так. Мы не будем сильно переживать. Мы сделаем вот такой вот красивый сплит. Справа пойдут два мушкетера. Слева пойдет один мушкетер. И слева я начну накидывать остальное. То есть ему либо сейчас сосредоточиться и дефать. Смотрите, фаер не слил. Он мини-пека законтрил. Умно, умно, умно. Ладненько, ладненько. Окей. Допустим, допустим. Ну, давайте, короче. Давайте попробуем его снова на фаер как бы выманить, да. То есть, чтобы... Вот он, фаер. Отлично. Все. Ставим хижину. Фаер. На фаер мы развели. Так. Походу он поплыл, да. Он не может остановить этот поток. Ставим голема. Ставим голема. И гигант он выпустит. Дело в том, что не может. Вот в чем прикол. Ставим голема. Блин, у него еще мини-пека. Нам бы мини-пеку надо было тоже выманить. Так, давайте. Нам надо по-быстрому. Колдун, пожалуйста, успей. Я знал, что будет мини-пека. Отлично. Да все. Смотрите. Все. Вот, наверное, вот. В чем суть. Я проиграл, наверное, из-за того, что я неправильно с этой декой играл. Тут надо ломить одну сторону. Но окей. Может быть соперник такой. Давайте еще последнюю каточку. Попробую, вот если я понял, как надо играть. Попробую сейчас сыграть еще раз. Так точно. Поехали. 13 левел. Попробуем сейчас еще одного выиграть. Еще тут решает очень сильно цикл карт. Очень сильно. Ну, вот о чем я говорю. Вот как я должен сейчас сборщик забрать? Ну, попробую успеть. Попробую успеть. Пожалуйста, успеть, 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 успеть. Успел, успел. Я успел. Обалдеть. Обалдеть. Так, надеюсь, он ничего больше не подкинет. Ну, миньончиков пропустим. Да, дохера сейчас урона. Пипец, как дохера. Ой, бля, как дохера. Ну, как? Ну, пропускаем. Цикл, вот если был бы цикл у меня в начале Сразу ракета Я бы так урона много не пропустил Это 3 мушкетера, против 3 мушкетера в принципе Я выиграю, по идее То есть, ну тут, что тут у нас Что, а, это лава Это не 3 мушкетера Мне показалось 3 мушкетера, типа орда мух Сборчик Ну ладно, ладно, лава, окей Опять же, сейчас можно развести как-то на фаербол его будет Попробовать, так, окей Колдун Давай, давай, я знаю, что хочется слить фаер По-любому ж хочется Давай, ну, то главное шарик задефать Уже ж до конца Понятно, понял, принял Ладно Блядь, ну куда ты пошел Ну куда ты нахер пошел Дебил, конченый Палач конченый дебил Блин, я хотел вперед палача кинуть Голема Ладно, короче До 2 нового эликсира, ничего страшного Минус вышка Еще не все потеряно Не все еще потеряно, ребят Сборчик Мне его сборчик не нравится Вот хоть убей Он его ставит, капец как напрягает Ну ладно Окей, допустим Что там, орда миньонов Поехали, посрать Дровосек, забери эту вышку, самое главное Чтобы она мне не мешала Успеешь забрать, пока у тебя ордомух будет Ах, не успел Слабак Ладно, палач, пошел палач Пошел палач Сметаем ордомух У нас варвары идут фуловые У нас там армия Дай бог Так, вот сейчас Ну должен развестись на фаер Ну должен Ну все, отлично Все Поплыл наш воробушек Смотрите, что мы сейчас с ним делаем Вот тут такая, знаете Колода На нервы играет Вот соперник мой Который против меня играл Так же точно играл Вот он не показывал до последнего Что у него три мушки тер И когда я их увидел, я охренел Хоть он меня и не батил на заклинание Но я охренел все равно, когда их увидел Попробуем еще раз развести на фаербол Ну тут Как-то сам бог велел кинуть фаер Это как так Без фаера не справиться ему Вот он, фаер, да Окей Здесь мы запускаем Палача И готовим ракету Сейчас надо задефаться Самое главное Блин, он Короче кинет так шарик Что палач не нанесет ему урон Но я надеюсь, что главная вышка Главная вышка там Поможет Поможет, поможет Отлично Здесь у нас вот так Много урона я пока не пропускаю Трех мушкетера выбросил Я пока играю так себе Пока что так себе играю Не получается у меня сделать Ага Решил фаербол сэкономить Окей, окей Так, хорошо Давайте колдун Блин Сейчас, короче, он фаербол мне захерачит В харю Ну сейчас, короче, попробуем О, отлично Мы лаву уничтожили Это прекрасно Смотрите Мы сейчас просто сделаем Следующим образом Ставим голема Ставим голема Смотрите Он сейчас может по-хитрому поступить Он может резко слева Резко прям Вот так вот И резко слева С шариком Поэтому мы с вами Нет, смотрите Вообще Не резко никак Не как по носу Резко Ну ладно, окей Так Ну шарик мы уничтожаем Тычку сделает, падла Тычку сделает Но тычка нам не страшна Нам страшно, что он фаерболом Нас может теперь добить Вот это нам страшно Сука Ай, блин Безумная 6.0 Но У меня ничего с ней не получилось Но интересная Интересная, но дебильная Интересная, но дебильная Короче, ладно Я пофанился Поиграл Блин Лучше бы я с ней не играл Вот Зачем я ее встретил Зачем я ее встретил Ладно Пойду возвращать свои кубки Снова своей колодой И ждите меня на 5800 Я там буду совсем скоро Пока, ребята Скоро увидимся Субтитры сделал DimaTorzok